Кстати, вот хотел сказать, кто помнит, по видео, ну, прошлой зимы, когда ездил еще на той резине, которая называется Amtel Nordmaster, шипованная зимняя, выезжал на трассу, и, короче, это был самолет, на взлет пошел, вот такой звук был. Вот, сейчас Nokia Hakopelita 77, седьмая, ну, вообще, слышно только сами немножко шипы, и все, никакого гула, никакого шума практически нету, ну, я понимаю, резина, не то, что резина, а то, что отличие все-таки одной резины от другой, блядь, и та, и та липучка, и та, и та шипованная, блядь. Вот, вон у нас теплопотери, где идут, горячая вода херачит, вернее, тут даже не горячая вода, спустя, фар, наверное, а отопление, короче. Там не тебя отжимают, ты, не поиграду, снег валит, второй уже, вчера первый снег шел, сегодня второй вал. В общем-то, если он встречал свою руку, он всегда дома, никому не припел, не мусор, ну, сумму можно обнимать. Люблю такую погоду. Ну, прийти, не считай. Вон, видимо, хочет обвинять в том, что гостиний принят. Что-то, похоже, снежочек впереди хороший ожидается. Какой вариант? Темнеет. Значит, если мы... К Режу подходим уже. Тебе нужно... Ну, какой анестезия, как делись? Тебе какая анестезия? А? Общая? Да, в общем, да. Это дом такой. Снежочек пошел. Ухвай, на пункт. Ухвай, на пункт. Ухвай. Папля, ухвай. Это мы уже к Артемовскому подъезжаем. Калатушке, я имею в виду, уюток. Время 5-20 минут 6-го. Я где-то уже перед Зайковым, там до Зайкова 27 километров. Еще. Надо немножко полчасика покемарить. Во-первых, рано туда еду. Во-вторых, не хочется там спадить, в бане. Снег кончился. Вот уже подходим к Зайкову. Ты сумасшедший. Такие вот у нас тучки здесь. Снежные собираются. Плюс один градус. Мосты еще мокрые, не ледяные. Маленькие кусочки какие-то. Чисто для поддержания коров на религах. Для поражания. Надо начинать темнеть. Дальше, например, у меня уже давно до автобуса осталось. Вот, осталось. Сейчас ты в 8-7, что ли, я тебе. Что-то, что-то не то. Я, как бы, все дожилые, в вашу чисто пересидал. Вот, что ты там, да? Сейчас мы заброшенные. Ну, я понял. Да. Вот, заезжаем в Ирбит. Дорога-плошня. Направочка. 95-й, 36-60. До справи. Пехнячок открылся тут. Жаль, что я на диете. Потому что зашел, вот что-нибудь налупился бы. Ирбит грязный есть. В слякоти. Без фар едут, блядь, местные. Едем уже, ну, осталось там 35 до Туринска. Вот снег пошел, блядь. На камеру видно хорошо. Горан еще сырая. 1 градус. На дальнем еще видно дорогу, блядь. На ближнем. Даже в Сенон не помогает. Видимо, фары грязные уже стали. Ну, идем 90-й, идем, вкатываем шипы. Что делать? 70-й дорожи. Обкатывать, не дай богу, блядь. Снег уже лежит на обочине. Это бред, блядь. 70 ехать. Особенно дорожа. 90-й, 90-й. Все равно еду. Нахуй, это обкатка. Но мосты еще, как бы, это, сырые. Не единые. Плюс один. Кучки, ямы. Блядь, опять придется дальний выключать. И вообще ни хера не видно. Где тут ямы, где кочки были. А мышь, блядь, пробежала. Где ямы, кочки пошли, блядь. Сука, слепит, блядь. Через монитор. Так, ну вот у нас осталось до источника совсем чуть-чуть. Вон у нас уже виднеется. Красный его эти, шлагбаум. Здесь лучше видно. Посмотрим, сколько там машин стоит. Время пол-восьмого. Один градус. Здесь немножко теплее будет, потому что от воды теплой. Открывай, давай. Машинки стоят. Посмотрим, сколько их там. Будний день, вторник. Народ уже потихоньку собирается. Вообще практически нет никого. Сколько сейчас у общаги, посмотрим здесь. Так, у общаги четыре машины. Пять. Пять машин стоит. Беснинца. Так, и... Здесь сейчас посмотрим, сколько. И там пять машин. Наверное, никого народу нет вообще. Сам это вот приезжать в семь-восемь вечера. Вон пар идет с источника. Стоянку они расширили здесь. В общем, все, доехали. Итак, время. 11.36. Так, морель у нас. Возле гостиницы, короче, стоят. Несколько машин. Ну, под конец уже вообще я один практически находился. Все меня ждали. Сейчас закрываться было. Я, наверное, где-нибудь здесь сейчас встану. Спать. Короче, никак до солнышка не могу, блядь, дозвониться. Нету связи, нету связи. Нахожусь я здесь на входе. В акварель. Я решил судьбу не испытывать, наверное, на... вот здесь поспать. Давай, Бенжи. Бенжи, открой дверь. Блин, одно у меня переживаю, что вот света нет, блядь. Ай, как видите, сообщите, что я здесь буду. Кто ждет, ведь, наверное, блядь. Давай. Да, готово. Другую дверь. Прямо 11.46. Ну, что другая? Что другая, ясно, да. Открываю. Да, 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 прости, виноват, виноват. Почему он связи... Нет, е-мое, е-мое, блядь. Была ждут МТС. Иди, посмотри. В общем, вот так вот я лег. Ничего не видно, наверное, нихрена. Иди домой. Сижу на заднем сидении. Ноги вытянул вперед. Монитор, у меня второй здесь. Что-то делаешь. У него смотрю кино и пытаюсь уснуть. Мы губили этих людей. Тебе нельзя оставаться. Их убили, а ты. Я тебя преследую. Вот я сбежу. Так, ну вот. Время, значит, нас... Пол пятого. Нет, это ключ. Да, я скажу. Так, немножко вы спали. 4,5 часа. Это еще шаг вперед на пути к сокровищам. И ввести 5 часов. Но еще не выспался, нихрена. Но до орбита попробуем доехать, конечно. Ну, может быть, здесь. Снизочек у нас лежит уже. Оральный секс, орищенков отдавать. Папричная. Тут хорошо снег прошел. Покрыло так всю эту траву. Капитально. 0 градусов стоит. И вот начинается гололед. Минус 1 градус. Там он машину обгонял сейчас. Передячим паром едет. 40 килограмм в час. То есть, на летней резине, видимо. Но у нас пока машину держит ровно. Не болтает, ни в поворотах, ничего. 80-90 идут. Не совсем еще до концерта, конечно. Но ледок уже появляется. На мостах надо осторожнее быть. Так, ну вот моя стояночка, где я все время стою. В общем, доехал я. Он до поворота на Ирбит. Со своей стоянки до этой. Так, сюда еще пара чайников. И поспал. Мы получили преимущество. Вот моя стояночка. Где я все время стою. Сжарился весь поверх. 27 градусов стояло. Два часа поспал. Булькает. Буль-буль. Там полный воды глушитель. Он капает с него. Сейчас поедем с него, польется. Вот моя стояночка. На которой я все время стою. Это газ, грязная машинка. Наша зимняя резина. Тихонечка поедем. Что делать-то? А морда, главное, чистая. Морда чистая. Свежий воздух. В машине жара такая. Я вспахал. А так. Раньше вспахали, дальше бросили. Правильно, нахер. Что за пашня? Льдом покрытое. Это лед. Полаганом из стола. Опа. Хорошо после источника. На следующий день. Вообще кайф. Холодно, стартуем. Здесь что-то делают, блин. Перед поворотом не зайдут. Что-то, дорогу срезать могут, что ли? Поверните направо. Нам дорогу будут срезать. Напрямую, наверное, да? Вот здесь будут делать ее. Непонятно. Кавильная. Мерзкая, блин. Зайка. Минус один. Здесь газок. По 16-80, по-моему. 17-20. Зернохранилище. Сеново. Их лежит здесь. Более-менее рабочие. Дома-то, конечно, тут колхозные, конкретно. Куда ты, блядь? Через 300 метров, подержите направо. Ишода. Со спойлером сзади, главное бы. Дети в школу пошли. О, у нас монетка тут. Общага. Аграрный техникум. Верните направо. Продолжайте движение. 53 километра. Ну, тут более-менее дома еще. Живет зайка потихоньку. Что делать? Агазина еще закрытая. Школа, видимо, да? Дома загоревшие. Сейчас проверим камеру обгона в действии. Сзади там машины идут. Так, вплотную подъезжаем. Все, высмотрим. Никого нет. Погнали. Вот так она работает. Ну, вот это я поспать, блядь. Время 12. А я еще, блядь, да Артемовская хер знает сколько. И, блядь, спать хочу немало. Что такое-то, а? Типезающе. База идет. Вот они тут завезли лес, блядь. Его до сих пор завозят. Капец, у него склады леса, блядь. Вообще охренели. В огромной площади. Откуда они его завозят? Кто им столько леса дал, блядь? Одна пилорамка какая-то стоит, маленькая. 12-11. А я еще, блядь, да Артемовская хер знает сколько. Ноль стоит, все, ноль. Надо быть сухо. Лес наш. Желто-зеленый. Красного нету. Ничего, блядь. Лес такой, как будто милирование, блядь. В волосах, блядь. Деревья даже белые, блядь. Видимо, конкретно снег шел. Кау-блядь. Деревья. Мазай впереди топает. Смотрим обстановку по камере обгона. Там я ничего не вижу, что там замазано. Здесь я вижу. Смотрим перекресток. После перекрестка знака нет, чтобы он запрещен. Значит нужно обгонять, как успело. Что там замазано я не вижу. Сейчас мы высадим морду немножко. Видимо поворот. Никого нет вообще. Музыка. 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 Маза идёт Там ещё легковушки на ней ведут Заков пока нет А всё после легковушки Ещё одна легковушка идёт После неё никого Включая поворотник Вот так вот это делается С камерой обгона Добрались до ряжа Время час дня Акварельевский автобус Нет Тотердёмовский Свалка машины 700 метров Подержите Свалка машины 700 метров Уреанс hunting Н fully Сvalка машины Поверните налево. Продолжайте движение 3 километра 500 метров. Что с ним происходит? Ничего понятного. На эвакуаторе, бля. Дергается, как этот, бля. То ли кто-то его дергает. То ли у него сцепление накрылось. То ли он глохнет при старте. Свистит, пищит, что-то там непонятно. Дергается, бля, непонятно еще. Пересекать-то нельзя, сплошная, бля. Он глохнет, бля. Заводится, глохнет. Видишь, что дергается. Что-то с ним не так, бля. Сцепление накрылось. Что-то пошел, да? Эвакуатору требуется эвакуация. Эвакуатору не туда. Эвакуатору не туда. Честно говоря, блядь, достали эти Mazda 5 на SX5, блядь, там мы на юг тоже ехали за белой Mazda, блядь, с мониторингом слепых зон, блядь, сейчас то же самое, уже, блядь, 20 километров еду с этим, с активным радаром, блядь, и опять эта Mazda сраная, блядь, 5-ая. Самосвал там вообще охерел, блядь, едет, не с закрытым пологом. На Якат поворачиваем. Вот, заезжаем в Йобург, два часа времени. Тривом ходовой части, яблок из тягачей, ОХЕ, 912, 104, 06, 010. ОХЕ, 912, 06, 010. У нас или пар, или горячая вода сюда заходит, с угрессор в город. Все, надеемся, резину обкатали Вот все, я прибыл Дудуму Надо задимать, как еще ехать Такая грязная машина-то у нас Солнце беспокоить не стал Потому что Дина Галиевна здесь Грязная, вся дальнобойная